Привет, друзья! Позвольте вам представить клон известного компьютера ZX Spectrum. Чем он отличается от, наверное, сотен остальных клонов, созданных за 30 с лишним лет? Первое, что бросается в глаза, это, наверное, размер. Например, учитывая, что на борту находится, пусть даже такая игрушечная клавиатурка и собственный дисплей, разрешением 320 на 240, 65 тысяч цветов, это довольно маленький компьютер, то есть он просто может работать автономно. Достаточно подать 5 вольт, скажем, с такого пауэрбанка, и можно целый день валяться на диване, и как бы играть, не подключаясь к другим устройствам. Так, что содержится на борту данного компьютера? Давайте посмотрим. Самое главное, что мы видим, это оригинальный процессор Z80, в данном случае с частотой до 10 МГц. Но реализованы только режим 3,5 МГц и 7 МГц, так как вся схема работает от 3,3 вольта, тогда как базовое питание по паспорту, по документации предполагает, что процессор должен питаться от 5 вольт. Я еще сделаю попытки проверить, может удастся запустить схему на 14 МГц, но это будет позднее и возможно даже на другом устройстве. Так, что еще мы видим? Вот большая микросхема, это связующая логика. ЦПЛД микросхема серии МАКС-2 от фирмы Альтера. Вот это память. В данном случае с RAM 128 кБ. Вот это процессор. Микроконтроллер фирмы Майкрочип, который обслуживает флеш-память, загружает программы, и вы увидите, много чего он там делает, но роль чисто вспомогательная. Никакой помощи в отрисовывании картинки он не играет. Вот это у нас ТВ-кодер для цветной системы PAL и программируемый PSG программ Sound Generator, чтобы выводить трехканальный звук. Так сказать, традиционный теплый ламповый звук. Что у нас по разъемам? Это аудиоразъем, стереоразъем для наушников и, в принципе, для любой аппаратуры. Это разъем для аудиозвука моно, типа тюльпан. И разъем для видео, композитное видео, тоже типа тюльпан. Это разъем S-видео, более качественный вывод изображения, если телевизор может принимать по такому стандарту. Разъем для клавиатуры, PS2. Вот такая клавиатура с вот таким разъемчиком. Микро-USB для питания устройства и для связи с компьютером. Также для связи с компьютером служит вот этот вот USB-контроллер. Так, кнопка Reset для перезапуска. Что у нас тут еще есть? Вот это технологические разъемы. Они нужны для отладки, для программирования устройства. В принципе, их можно не ставить. Вот эти два, интересно. Сюда можно поставить коннекторы. 5 пин и 8 пин для подключения традиционной клавиатуры Spectrum. Если вдруг по каким-то причинам не хочется пользоваться PS2-клавиатурой. Вот. Это флеш-память от 8 до 32 мегабайт. Вы, наверное, уже заметили, что на плате нету традиционного разъема микро-SD. Или SD. Честно говоря, мне не нравятся эти карты. Они часто выходят из строя, теряются, ломаются. Емкость у них слишком большая. Нам не нужны здесь десятки гигабайт. Вот. Я посчитал, что достаточно ставить такую микросхему флеш-памяти от 8 до 32 мегабайт. К слову, в 32-мегабайтный размер влезают около тысячи игр размером 32 килобайта. Мне кажется, что это достаточно. Тем более, что эта память намного надежнее, чем любые микро-SD-карты. Она перезаписывается где-то около 100 тысяч раз и гарантируется около 100 лет работы. Потом я покажу, как она заполняется с компьютера. Что еще вас может удивить, я имею в виду продвинутых IT-специалистов, то, что не видно как бы ПЗУ, где находится у нас BIOS. BIOS Basic, в общем, базовая программа для спектрума. Ее просто нет. Дело в том, что микроконтроллер при запуске переписывает блоки, блок ПЗУ в RAM-память. После этого процессор обращается, когда он обращается в BIOS, он залезает вот сюда. Это позволяет, на самом деле, очень удобно. Это позволяет корректировать нужные ячейки памяти, если мы там хотим поменять какой-то кусок программы, константы или прочие какие-то вещи. Дает определенную гибкость, ну и на самом деле экономию места и меньше деталей на плате. Таким образом. Так, теперь закрываю это все. Последок хочу показать реально, какие у нас размеры. Это высота 100 миллиметров. и 90 миллиметров ширина. Если, к слову, отрезать эту клавиатуру, реально ее отрезать можно, в общем, я думаю, что она для нормальной работы не нужна. Я ее поставил как бы для смеха. Ну и чтобы как бы можно было протестировать устройство, проще протестировать, если отсутствует вот такая клавиатура. Вот если ее отрезать, то габариты станут еще на 3 сантиметра меньше. Будет здесь 90, а здесь всего 70. На работоспособности и прочего это никак не повлияет. Вот. Так, теперь перейдем, наверное, к тестированию в работе. Для этого я подключу все разъемы, все устройства, чтобы было удобно смотреть. Так, ну а теперь попробуем сыграть в какую-нибудь простенькую игру. Для быстроты сразу загружу SNA-файл. Вот, например, игра Ruggie Trooper. Все, загрузка прошла. Выбираем единичку начала игры. Вот. Я уже забыл, какие здесь кнопки управления. Пошел направо, пошел налево, пошел вперед, иду назад, иду назад, иду назад, вот мы видим, как идет загрузка. Счетчик из 26-килобайтного файла загружен, давай теперь 3 килобайта. Пропустим пару минут, переливем запись. Вот наша загрузка подходит к концу. Осталось еще 3 килобайта. Загружается брусли. Все, загрузка завершена. Можно начинать играть. перезагрузка компьютера. Функциональные клавиши для управления компьютером. Переключаем частоту процессора с 3,5 на 7 МГц. Переключаем режим турбозагрузчика для таб-файлов. Теперь заходим в меню гейм-навигатора. Гейм-навигатор поддерживает таб-нсни файлы. По мере выбора игры подгружаются скриншоты и полное описание игры, а также ее размер и тип файла. Стрелочками выбирается, какая игра будет загружаться. В данном случае мы выбрали True Week in Paradise. Запустили загрузку. Загрузка пошла в режиме Turbo Loader включен. Приблизительно 1 килобайт за 3 секунды. В статус баре справа вверху виден процесс загрузки. Вот сейчас 7 килобайт загружено. Пропускаем. И смотрим конец загрузки. Все 48 килобайт загрузились. Меню начала игры. Входим в игру. Вот сейчас процессы работают на 3,5 МГц. Попробуем переключиться на 7. Возвращаем частоту назад. Теперь попробуем загрузить какой-нибудь SNA файл с поддержкой музыкального генератора. Вот. Есть демо от Гасмана. SNA файл. Он грузится моментально. Спасибо мистеру Гасману за хороший музык. Есть несколько слов о программных средствах, которые используются для создания, расширения базы данных по играм и загрузки ее в устройство. Есть небольшая программка. Загружай текущую базу данных. Добавляю таб или SNA файл. Добавляю нужный мне скриншот. Редактирую описание. Записываю игру в базу. Или сохраняю ее в файл. И через гипертерминал записываю устройство. Или непосредственно из этой программки могу тоже закинуть во флеш-память устройство. Устройство. Во флеш-память устройство. Если эти устройства удалить, то получается где-то порядка 70-75 мА общее потребление. Интересно, что рабочая частота процессора Z80 на эти цифры почти не влияет. Вот смотрите, я сейчас переключаю с 3,5 на 7 МГц. И у нас где-то на 3-4 мА потребление только увеличилось. Вот и все. Это, конечно, потому что используется современная версия КМОС-версия процессора Z80. И к тому же он работает на пониженном напряжении. Вместо 5 В используется напряжение 3,3 В. Вообще в компьютере только программируемый генератор звука и ТВ-энкодер работают на 5 В. Все остальное на 3,3 В. И в заключение хочу ответить на пару возможных вопросов относительно названия видеоролика. Почему там написано OPS IDDT Gain? Должен признаться, что это не первая моя разработка клона ZX Spectrum. Первая была в далеком 1986 году немногим позже, чем появился всем известный Ленинград. В отличие от Ленинграда у меня был один блок памяти на 64 кБ собранный на 565 RU5 микросхемах. Не было weight state при обращении к памяти вообще к памяти. И использовалась та же фишка, как и в теперешней моей конструкции. Это перегрузка BIOS в RAM, в зону памяти RAM при старте компьютера. Я даже пробовал, вытаскивал BIOS на ходу, то есть включаю компьютер, вытаскиваю BIOS, и у меня естественно все продолжает работать. Вот вот такая была штучка, к сожалению она утеряна, остались снимки неважного качества, но такая вот схемка была у меня. Поэтому создавать данную конструкцию было мне намного проще. В общем-то я даже больше времени провел на создании гейм-навигатора, то есть вот это вот системы загрузки видеоигр. второй вопрос почему ZX Classic? Во-первых это сочетается с моим ником, во-вторых устройство имеет классический телевизионный выход в стандарте PAL совместимый со старыми кинескопными телевизорами. И напоследок хочу анонсировать свою следующую разработку тоже клон ZX Spectrum с рабочим названием ZX Espresso. Вот вы видите печатные платы из Китая уже приехали и алюминиевый корпус для этого устройства. Особых деталей пока выдавать не буду кроме того, что по габаритам он еще меньше печатная плата 80 на 50 миллиметров и у него HDMI выход вот и все большое спасибо за просмотр всего хорошего спасибо за просмотр